Приветствую вас. Моя коллега совершенно лаконично ответила на ваш вопрос. Думаю, что вследствие того, что вы не можете познакомиться с девушкой, а перед этим отношения у вас закончились и вы теперь один, является именно то, что вы сейчас себе представляете. То есть вы нуждаетесь в этой девушке, вы не чувствуете возможности с ней познакомиться, вы не ощущаете себя способным на это и нехватку женского общения и внимания, вы компенсируете, можно сказать, вот такими вот фантазиями. Причем, что интересно, фантазии у вас даже не сексуального характера, как это могло бы быть, как это могло бы показаться вначале. Я думаю, что это отсутствие сексуальной фантазии связано с тем, что вы очень умный человек, очень интеллектуальный человек, очень интеллигентный человек. У вас сильно достаточно развита способность к мышлению. И из-за этого, собственно, у вас и отсутствует сексуальная фантазия. Фантазии проявляются в основном у тех людей, которые, ну, меньше IQ облакают. Это уже догаданный факт. Хотя и не всегда, конечно. То есть, то, что вы испытываете, то, что с вами происходит, это вполне нормально, если вы об этом спрашиваете. То есть, нету ничего аномального в том, что с вами происходит. Знаете, нормально визуализировать то, что вы хотите. Чтобы это все равно нормально. Другое дело, что как это все прекратить? То есть, вот, если вам хочется все это прекратить, если вам хочется, чтобы этого не было, если вам не хочется, чтобы вы все-таки жили нормальной жизнью, полноценной жизнью, не представляли себя, да, не представляли себя там, девушкой, а были с девушкой вновь в отношениях и так далее. Вот, если вы хотите этого, то тогда, думаю, вам стоит действительно, как и порекомендовала моя коллега, поработать над собой, над вашими страхами, над тем, почему вы считаете, что познакомиться с девушкой, это нереально и так далее. Ну, а если на сегодняшний день вас все устраивает, такое тоже может быть, что вас все устраивает относительно, то, в таком случае, я думаю, что вам вполне будет достаточно только того, что я сказал, то есть, то, что это совершенно нормально. И ваши фантазии, они не связаны ни, там, с какими-то отклонениями, ни с чем-то такими. Просто у вас недостаток мужского внимания, ротер-жемского внимания, без обращения, и вам этого отчаянно хочется. А когда человеку что-то хочет, он начинает это представлять волей-неволей. Ну, а вы же мужчина, и, как любой мужчина, вы хотите женского тепла, ласки там и так далее. Я думаю, что будет правильно, если я вам подскажу хотя бы немножко, как сделать так, чтобы вот, хотя бы если не наладить отношения, да, не построить отношения, а хотя бы как-то вот сблизиться с девушками, чтобы как-то хоть, вот, общение с ними наладо, да. Я думаю, что вам нужно, в первую очередь, для этого перестать, представлять девушку и воспринимать женщин, то есть, существ женского пола, как, знаете, вот только в одном ключе, как вот вы их видите, вы видите их только, наверное, как своих потенциальных девушек, а потому что у вас, у вас нет, у самого девушки. А вот это как раз и является неправильно, потому что женщин можно воспринимать еще и как людей, как партнеров, как коллег, может быть, как друзей и так далее. И отсюда не сложно догадаться, что для того, чтобы познакомиться, познакомиться не просто ради знакомства, да, вот это действительно трудно. То есть, вот, все эти сайты знакомств, которых сейчас очень много, все они предлагают, по сути, очень такой специфичный вид, я бы сказал. Специфичный вид знакомств, это знакомство ради знакомства, что не является, конечно, правильным. А вам нужно организовать свою деятельность, вам нужно развиваться личностно, расти личностно, чтобы все-таки, именно благодаря своей деятельности, чтобы вы могли получать все-таки то, чего бы вы хотели. Вот это, как раз таки, было бы для вас правильным. Организовать свою деятельность, встречаться с новыми людьми, расти, знаете ли, личностно, да, расти, знаете ли, духовно, интеллектуально, как-нибудь еще. И в процессе своей деятельности вы будете встречать разных людей. И вот какие-то из них, какие-то из этих людей захотят вас, ну, условно говоря, захотят вас поддержать. Это биржа. Это хотят разделить с вами то, что вы, ну, например, делаете, то, чем вы занимаетесь. И вот это, как раз, и станет необходимым условием для того, чтобы вы заводили новые знакомства. Причем, заметьте, именно знакомство, именно общение, никаких, никаких отношений, там, сразу, да, встреч, каких-то нет. Об этом и речь не идет, на самом деле. Только лишь свободное, спокойное взаимодействие с людьми. То есть вам нужно сперва и поначалу научиться общаться с девушками, ну, как с обычными людьми. И для знакомства вам нужен соответствующий повод. Вот я думаю, что примерно в таком ключе можно ответить вам на ваш вопрос. Захотите, если поработать, захотите, если как-то решать свои проблемы, ну, вам можно помочь. Если хотите только вот послушать, то есть хотите только услышать мнение, но кардинально менять в себе ничего, кардинально менять в себе что-то желание нет, ну, что же, ваше право, ваш выбор, но тогда, боюсь, что все это останется вот так, как и сейчас, то есть не очень хорошо. Тем не менее, еще раз повторю, решать это исключительно вам, мы вам можем только помочь, если вы хотите поменять в своей жизни что-то. Ну, я надеюсь, что вы выберете правильное решение, я надеюсь, что вы выберете то, что вам лучше, то, что вам удобнее, а эксперта, эксперта вы вполне можете выбрать на нашем ресурсе и проработать с ним, проработать с ним, точнее, те вопросы, которые, ну, которые вас, например, волнуют. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы у вас остались, если хотите подробно разобрать вашу проблему, обращайтесь, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.